Сюда не упала бомба, здесь не было террористического акта. Это просто обрушился потолок. И в тот момент на кухне жительница этого дома готовила кушать. Она чудом спаслась. Вон соседка стояла около раковины, посуду мыла, а я около окна почти. Там я все подметала, подметала. Она на меня начала кричать, вроде говорит, уйди оттуда, сейчас рухнет все. Я говорю, да я не знаю, прям вот как бог спас меня. Мой кот первый убежал, испугался. Наталья готовила, когда соседка заметила неладное. Потолок давно дал трещину и сыплющаяся из звездка никого не удивляла. Но сегодня сверху осыпалась значительно сильнее, чем всегда. У нас все время сыпалось с потолка. Мы каждый день по ведру мусора вот этого собирали. Сегодня на кухне мы были, я говорю, Наташка, не подходи к плите, сыпется вообще жутко. Она говорит, надо готовить, ведь у нас и газ горит, мы готовим. Я ее выгнала из кухни. Она вышла, прошло три секунды. Я соседку с той стороны звонила, говорю, Галь, подойди, что будем делать? Ты смотри, все сыпется, она вот так подошла. И вдруг как рухнет все. Пылище, искры посыпались. Мы с ними так остолбенели, отпрянули и не знаем даже, что делать. Такого исхода жильцы ждали со дня на день. Дело в том, что обращалась непосредственно с писанными заявлениями, претензиями в ЖИУ номер один. Во-первых, ЖИУ номер один с нами договор не заключает, тарифы завышены, информацию какую-либо не предоставляет. Технический паспорт дома не предоставляет, говорит, отсутствует, а этот документ непосредственно нужен для подачи нового заявления в Межведомственную комиссию. Обрушенный потолок – вполне логичное завершение процессов, которые происходят с домом уже много лет. Балкон давно в аварийном состоянии, выходить на него жители опасаются. Его хотели срезать, но жильцы дома против, потому что это единственный выход в случае, если потолки начнут рушиться во всех помещениях. Зайдите, пожалуйста, и посмотрите, это реальный уже развал, следующий будет. Посмотрите, что-то творится, как на весь потолок и все это. Посмотрите, у нас какие провода электрические. Какие у нас плиты? Это со времен лошади Буденова. Снимайте, пожалуйста, посмотрите, что здесь творится. Вот потолок и весь трехи. Посмотрите, это даже не убирается, мы не можем это убрать. Все это 50-х годов. Впервые за долгое время на обращение жалобы граждан наконец-то отреагировали. Сюда приехали представители администрации, газовики, сотрудники управляющей компании. Представившийся юристом, молодой человек пытался остановить нашу съемку и посоветовал быть поаккуратнее. А после он же попытался препятствовать комментарию начальника ЖЭУ. Сергей Георгиевич, что-нибудь скажете по ситуации в доме номер 8, которая произошла сегодня в 12 часов? Ну, о чем я могу сказать? Обрушился. Дом аварийный. Семки бой везли 75%. Жильцы, обращаясь к вам не единожды с этой своей проблемой? Да, естественно, конечно. Утверждают, вы ни разу не откликнулись с помощью. Это врут. Это однозначно. Потому что, сами понимаете, в одном месте делаешь, в другом ручишь стоит. А с нынешней ситуацией что планируете предварительно делать? Ну, мы ничего не можем сделать. Единственное то, что здесь пророгатива города, хотя бы людей расселить куда-то. Потому что дом непригодный к подживанию, и все прекрасно это знают. На настоящий момент в доме отключено отопление, газ и вода. Мы будем следить за развитием событий и ждать комментариев официальных лиц.